Всем привет! Добро пожаловать на канал BestRobot. В видео пойдет речь о роботах-пылесосах iLife с влажной уборкой от известного производителя Chui. Это один из популярных брендов, который разрабатывает роботы-пылесосы в бюджетном ценовом сегменте и занимает лидирующие позиции по продаже устройств на территории РФ. Я подготовил подборку из пяти лучших моделей, расскажу про технологии, которые реализованы в роботах, чем они отличаются, а также постараюсь убедить, что влажная уборка – это не бесполезная опция робота-пылесоса, но и полноценный режим работы, который помогает справиться с поверхностной грязью, следами домашних питомцев и даже застарелыми пятнами. И хотел бы напомнить, у меня будет розыгрыш умной лампы и LightBetSight Lamp 31 октября. Чтобы принять участие, достаточно подписаться на мой канал. Среди подписавшихся и будет разыграна лампа, помогите развитию профильного канала. Я буду стараться делать интересное видео о роботах-пылесосах. Пора переходить к нашим участникам и озвучить пять топовых моделей. iLife A9S. Первым открывает рейтинг самый продвинутый робот-пылесос в линейке iLife. От собратьев iLife A9S отличается необычным дизайном лицевой крышки, которая напоминает форму виниловой пластинки. Также сверху расположены органы управления в виде одной кнопки, старт-пауза и видеокамера, с помощью которой A9S планирует маршрут и составляет карту. Для влажной уборки с роботом поставляется отдельный резервуар для жидкости на 300 мл, к днищу которого на липучках крепится микрофибра. В процессе движения бак вибрирует, обеспечивая полное соприкосновение салфетки с обрабатываемой поверхностью. Подача жидкости регулируется электронасосом в трех положениях. Переключать их можно через приложение. Предпочтительный алгоритм движения iLife A9S – змейка, без повторного заезда на обработанные участки. Еще одна особенность – сменные рабочие блоки, валик для твердых покрытий и турбощетка для ковров. Достоинства – стильный дизайн и небольшие размеры, высота 76 мм, навигация на базе камеры и гироскопа, построение карты помещения, хорошая комплектация с виртуальной стеной и двумя турбощетками для разных типов поверхностей, управление со смартфона, влажная уборка с контролем подачи и вибрирующим резервуаром. Недостатки – небольшая мощность всасывания, 1000 паскалей. Иногда игнорируют виртуальную стену, путаются в проводах. Вывод. Идеальные условия для робота – маленькие и средние квартиры с минимальным количеством мебели и препятствий. Среднее по высоте ковры чистить не сможет, так как небольшая мощность всасывания, а максимальная высота порогов, которую А9С сможет преодолеть – 15 мм. Поэтому если хотите, чтобы робот проявил себя по максимуму, то стоит убрать ненужные вещи перед уборкой. Что касается цены на начало осени 2020 года, то стоимость в официальном магазине на Алиэкспресс составляет 30 000 рублей. Это много для устройства, которое было на пике популярности в 2019 году. В то же время Тимол предлагает цену поприятнее – от 16 до 20 000 рублей. iLife A80+. Второе место в подборке занимает iLife A80+. Новинка 2020 года выполнена в традиционном для чуве стиле. Робот-пылесос с бледно-розовой крышкой и простой навигацией на базе гироскопа. Карта составляется в формате отчета о проделанной работе и сразу удаляется из памяти. Самое интересное в iLife A80+, это циклонная система распределения мусора в пылесборнике. Частицы мелкой и крупной фракции накапливаются в отдельных камерах, что позволяет избежать пылевого облака при обслуживании контейнера. Для сухой уборки служат комбинированная турбощетка и вакуумный мотор с силой всасывания в 1100 паскалей. Влажная уборка реализована по тому же принципу, что и в iLife A9s. На место пылесборника вставляется бак объемом 300 мл. Подача жидкости контролируется магнитным клапаном. Достоинства. Навигация на базе гироскопа. Построение карты в реальном времени. Увеличение мощности на коврах. Управление с помощью телефона. Резервуар для воды с контролем подачи. Виртуальная стена в комплекте. Недостатки. Небольшая мощность. 1100 паскалей. Карта помещения не сохраняется. В больших квартирах может не найти базу. Вердикт. iLife A80+. Это неплохой вариант для маленькой и средней квартиры с невысокими коврами и гладкими покрытиями за 15-17 тысяч рублей. Радует, что компания начала производить больше роботов с приложением и отображением карты. Но мне не хватает мощности в роботах. За эти деньги Xiaomi Mi G1s разгоняет мотор до 2500 паскалей. И функционал приложения больше. iLife V8+. Золотую середину занимает бюджетная модель iLife V8+. Это обновленная версия iLife V8s с полноценной панелью управления на корпусе, дисплей и пять кнопок. Для навигации используется гироскоп, как в iLife A80+. Но карту робот не составляет и к смартфону не подключается. Сухая и влажная уборка у этой модели выполняется раздельно. Для сбора сыпучего мусора пылесос вооружен торцевыми щетками, блоком прямого всасывания и мотором на 900 паскалей. После замены пылесборника на бак для воды 300 мл. V8+, отключает центральный мотор и занимается исключительно протиркой пола. Система iDropping регулирует обильность подачи воды в зависимости от скорости движения, что обеспечивает равномерное увлажнение салфетки и предотвращает протечки при застревании. Достоинства. Приятный дизайн и небольшие размеры. Высота 80 мм. Объемный пылесборник 750 мл. Навигация на базе гироскопа. Резервуар для воды с регулировкой. Несколько алгоритмов работы. Виртуальная стена в комплекте. Недостатки. Нет турбощетки. Не строит карту помещения. Слабая мощность всасывания. Отсутствует приложение для смартфона. Вывод. iLife V8+, это новинка 2020 года стоимостью 15 000 рублей. Робот-пылесос подходит для маленькой и средней квартиры. За счет гироскопа будет хорошо ориентироваться. Емкий контейнер на 750 позволяет очищать его раз в 3-4 дня при ежедневной уборке. Конечно, не хватает управления с телефона и мощности всасывания. Но в остальном, неплохой помощник для поддержания чистоты в доме. iLife V7S Plus. Гибридный робот-пылесос для раздельной сухой и влажной уборки. Вначале V7S Plus подгребает мусор под днище торцевой метелкой. После чего втягивает его в пылесборник с силой в 600 паскалей. Для обработки ковров этого недостаточно, но турбощетку производитель на всякий случай установил. Это хоть как-то компенсирует слабую мощность. Для запуска влажной уборки под крышку нужно поставить бак на 450 мл. Максимальный объем среди роботов iLife. Далее. Под днищем нужно закрепить швабру с микрофиброй. Вода на салфетку поступает через сопло в днище под контролем системы с магнитным клапаном iDroping. Функционал влажной уборки исчерпывается устранением поверхностной пыли. С присохшими пятнами не справится. Основной алгоритм движения хаотичный. Достоинства. Доступная цена 12 000 рублей. Простое управление через пульт дистанционного управления. Объемный резервуар для воды 450 мл. Наличие турбощетки. Качественная сухая и влажная уборка. Тихо работает. Недостатки. Слабая мощность. Примитивная навигация. Нет приложения. Вывод. Учитывая стоимость V7S Plus до 12 000 рублей, робот хорошо себя проявляет. При ежедневной уборке будет справляться с мусором, затягивая его внутрь контейнера. Навигация слабая, только по инфракрасным датчикам, поэтому подойдет для маленьких и не заставленных мебелью средних квартир. Перед запуском советую убирать лишние детали с пола, носки, провода и другие вещи, чтобы пылесос не запутался. И при влажной уборке можно заранее смочить салфетку. Тогда вода будет лучше поступать и распределяться по тряпке. Этот совет можно использовать и для других роботов. iLife W400. Последний в списке, но лучший по качеству моющих пола. Узкоспециализированный робот-полотер iLife W400. Не выполняет сухую уборку, зато в отличие от других роботов, не просто собирает тряпочка, лежащую на поверхности пыль, но моет и вытирает застарелые пятна. Это достигается за счет трехступенчатой системы Tidal Power. Форсунки распыляют воду. Ворсистый валик размывает пятна и полирует пол, а вакуумный мотор втягивает грязную воду в специальный бункер. Бака для воды объемом 850 мл хватает для обработки квартиры в 90 квадратных метров за один рабочий цикл. iLife W400 умеет двигаться зигзагом, но ориентируется при помощи инфракрасных датчиков, поэтому перед его запуском помещение желательно расчистить от лишних препятствий. Достоинства. Качественная влажная уборка. Два объемных бака. Для чистой воды 850 мл. Для грязной 900 мл. Низкий уровень шума при работе. Система ориентации ОБС, в которую входит 9 инфракрасных датчиков. Дистанционное управление с помощью пульта. Вывод. iLife W400 хорошо справляется со своей главной задачей – качественно мыть полы. Справляется с разными видами пятен и способен оттереть самое застарелое. При этом не оставляет разводы после себя. Хотелось бы увидеть от производителя новую модель полотера с более продвинутой навигацией, чтобы опирался не только на инфракрасные датчики, а продумывал и запоминал маршрут. Если хотите, чтобы робот проявил свои способности по максимуму, освободите маршрут от препятствий. И тогда вы будете довольны работой помощника стоимостью 16 тысяч рублей. Это был ТОП 5 самых популярных моделей от iLife 2020 году. Обязательно подписывайтесь на канал. Скоро будут распродажи от iLife 11 ноября, о которых я обязательно расскажу.